Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». К нам поступил вопрос «Как избавиться от проклятия?» Я попробую на него ответить. Книги-притчи из Ветхого Завета говорят нам о следующем. «Как воробей спорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». В действительности, мы, люди боязливые, часто, слыша проклятие, например, от человека, которому мы подали, не ту милостыню, на которую он рассчитывал, мы слышим свой адрес проклятия. Или бывает, что человек настолько привык всех проклинать, что проклинает все, что движется вокруг него. И что бы ты ни сделал, проехал ли ты мимо него и обрызгал его из лужи, либо просто прошел мимо и задел его, ты будешь очень грубо и объемно осыпан проклятиями из его уст. Боятся ли этого? Да, на самом деле нет. Мы с вами прочитали в 26 главе книги-притч, что незаслуженное проклятие не сбудется. Более того, мы знаем, что в руках Божьих наша жизнь, наша смерть, и невозможно волю Божию заставить действовать так, как хочет человек нас нелюбящий, проклинающий нас или непроклинающий. Как избавиться от проклятия? Не клясть самому никого. Конечно, это очень важный момент, мы иногда не следим за своим языком, за своими словами. Но по факту, что значит проклятие? Проклятие — это когда я выражаю человеку мнение, что он мне не брат, он мне не близкий, он совершенно чужой для меня человек. Вот что такое проклятие. И если какая-нибудь добрая женщина на улице проклинает вас, скажите, да, вроде как я не набивался вам в друзья. До свидания. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...